Вопрос. Можно ли мне говорить своему мужу «я люблю тебя» в то время, как я соблюдаю пост? Муж просит меня говорить ему о том, что я люблю его в дни поста. Я сказала ему, что это запретно, но он утверждает о дозволенности подобного. Прошу вас разъяснить этот момент, да воздаст вам Аллах благ. Ответ. Хвала Аллаху. Нет ничего плохого в ласках между мужем и женой и ласковых словах жены своему мужу при условии их уверенности, что подобное не приведет к еякуляции. Если же они не уверены в том, что подобное не приведет к еякуляции, к примеру, если мужчина очень страстен, и при ласках своей жены он боится испортить пост семизвержением, то ему запрещено делать действия, подвергающие пост порче. Так же, как и в случае, когда он боится выхода мадзи, предыякулята, предсемени или куперовой жидкости. Смотрите Ащархульмумтия, том 6, страница 390. На дозволенность поцелуев и ласк тому, кто уверен, что не произойдет еякуляция, довод приводится в хадисе у Аль-Бухари под номером 1927 и Муслима под номером 1106. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала, Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, целовал и ласкал своих жен во время поста, однако он владел собой лучше, чем любой из вас. А так же приводится у Муслима под номером 1108, что Амр ибн Салям спросил посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, может ли целовать постящийся. Посланник, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, спроси ее, указав на ум саляму. Тогда она сказала, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва салям, делал это. Шейх ибн Утайминда, помилует его Аллах, сказал, Все остальные ласки, предшествующие половому акту, помимо поцелуев, например, объятия, имеют такое же религиозное правовое решение, что и поцелуи. Смотрите Ащархуль Мумтия, том 6, страница 434. На этом основании слова мужу о том, что вы любите его и подобные слова его к вам, не портят пост. Аллах знает лучше.